Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала! Сегодня я решил сделать новый плейлист, который посвящен голоданию. Назвал я его «Школа голодания». Смотрите, вы заходите на мой канал и смотрите главное видео плейлисты. Нажимайте «Плейлисты» и у вас появляется вот он плейлист «Школа лечебного голодания». Вы нажимаете на него. Я выложил пока основные видео по голоданию, чтобы вы могли понимать, что, что и как работать. И все было собрано в одном месте. Итак, голод 7 дней, как я его проводил. Голод 14 дней, как я его проводил. А вот дальше идет голод 27 дней, как я его проводил вместе с Эдуардом. Эдуард голодал под моим руководством. То есть вот первые 5 дней прошло, 10 дней, 15 дней, 21, 27. Дальше начинается выход. Важная вещь. Первые 10 дней, далее еще 10 дней, далее еще 10 дней. И наконец-таки после выхода с 41 дней заканчиваем выход из 27-дневного голодания. То есть немножечко, чтобы вы понимали. Здесь идут итоги. То есть Эдуард делится итогами и результатами проведенного голодания под моим руководством. Далее пошло. Голод 40 дней. Часть первая, часть вторая. Это я. В результате того, что прошел теоретическую подготовку и 15 лет практики, я проголодал, используя для себя 40 суток. Вы можете посмотреть, как с меня выходили опухоли, в виде чего выходило. Это очень-очень удивительно такое явление. Вот это вот видео на час 42. Это сделано по дневникам женщины, которая провела завершенное лечебное голодание в 67 суток. То есть здесь рассказано, чем она сталкивалась, что и как было. Дальше у нас идет видосик это голодание лечебное, как научиться правильно голодать. На час 15 здесь я рассказываю, не надо спешить, надо изучить свой собственный организм. Вы начинаете голодать суток, ну и далее, далее уже. Если у вас есть желание и вы наработаете опыт, вы можете отголодать и 2 недели, и 3 недели, и 4 недели. И даже сделать полное завершенное голодание, если это вам потребуется. Далее вот мои дневники, записки голодающего, как я сам голодал, что испытывал. То есть это чтение для тех людей, которые начали голодать и которым нужна поддержка. Нужна моральная поддержка, нужна интеллектуальная поддержка. Здесь я описываю, с чем я сталкивался в такой художественной форме. Человек, читая это, он как-то не чувствует, что он брошен один на один с голодом. Сам там пытается что-то сделать. То есть это будет большое подспорье. Плюс к этому я просто еще не сделал. Я и повставляю остальные видосики, в которых я рассказывал про голодание. Так что школа голодания открыта. Пожалуйста, вы можете приступать, набираться опыта, который сделает очень и очень много. Да, еще в дополнение вы можете посмотреть и мою книгу «Учебник по лечебному голоданию», который называется «Голодание в лечебных целях». Это уже на моем сайте. Сами зайдете в библиотеку и можете почитать как раз вот эту вот книгу «Лечебное голодание в лечебных целях». То есть это будет вашим учебником. Массу вопросов вы задаете. А вот что делает суточное голодание, как его проводить? А вот что делает трехсуточное, семисуточное, две недели? Что такое там? Первый циадатический кризис, второй циадатический кризис и так далее. А что дальше? А как выходить? И пятое, десятое. Вы здесь найдете исчерпывающие ответы практически на все ваши вопросы. Итак, школа лечебного голодания открыта. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ